Вот этот один будет множитель, а этот второй множитель, верно, на 9. И ответ где у нас? Вот, 9. После загрузки. Так, какой у нас палец загрузок? 9. Кто-то скажет, смешно, на дворе 21 век, а в колледже учат считать на пальцах. Но Надежда Ильинична Лобова, преподаватель математики с 46-летним стажем, считает, что игровые моменты, элементы занимательной математики обязательно на уроках. Надежда Ильинична пришла в Истринский профессиональный колледж, окончив педагогический университет в городе Орехово-Зуево. Ее работа в педагогике началась не с чистого листа. Надежда Ильинична продолжила семейную династию. Надежда Ильинична, как вы пришли в этот колледж работать? В этот колледж, если начать издалека, у нас учительская семья. Отец был учителем физкультуры. Но мы, четыре сестры, закончили физмат Орехово-Зуевского колледжа. Институт тогда еще, педагогического института. Как только закончилась в 1978 году, получила предложение от директора колледжа заполнить место. Сначала я вела физику. Пять дней, шесть проработала физику. А директор вызывает меня и спрашивает, Надежда Ильинична, вы не против главным бухгалтером быть у нас? Говорю, бухгалтер, никогда не работала в этой профессии, даже ничего не знаю, умею только на счетах считать. Он говорит, а у нас ничего и нет больше, счеты. И 10 лет считала на счетах, главную книгу вела, главным бухгалтером. Ну и получалось у меня совмещение бухгалтера с уроками. Почти 40 лет физику вела. И затем, когда начали уже делить, кто что закончил, по какой квалификации, какую профессию получил, у меня было написано учитель математики средней школы. И перешла на математику. Ну, перевели меня на математику. И вот математика, методика математики. За то время, пока я работала, вот с 78-го года, это 46-й год, закончили мои две дочери, колледж и внучка, все учителя. 46 лет назад вы пришли в колледж. И сейчас дети как-то изменились за это время студентами? Наверное, немножко детей жизнь изменяет. Но всегда приходили дети после школы, немножечко вот как-то, может, поспокойнее себя вели. Сначала девочки одни учились. И вот с девчонками, наверное, было попроще. Но я помню, колхоз был, мы ездили на помощь сельскому хозяйству. Очень много у нас было музыки. И у нас в каждом классе стояло фортепиано. У нас все играли. И все праздники у нас начинались вот как раз на рояле. Кто-то играл на сцене. Вся музыка у нас была, все песни, все спектакли. Очень интересные музыкальные у нас были спектакли. Потом пошли немножко мальчишки учиться к нам. Стали увеличиваться количество специальностей, которых выпускаем. Кроме учителей начального класса появились специалисты по дошкольному образованию. Затем социальная работа. Были у нас такие классы соцработы и соцпедагоги. Очень интересные профессии. Дети всегда активные. Но школьников быстрее. Вот начальные классы, которые, их быстрее на что-то вот можно организовать. А вот те, которые другую специальность, они немножечко по-своему мыслят. И пришлось нам, как учителям, уже самим тоже в их русло вливаться. Дети всегда занимались на уроках. Я рассказываю всем историю. И говорю, сначала у нас читали все. Под партами все книжки были. Читали, совмещали, успевали. Все. Очень много девчонок, которые до сих пор дрожат. Давно-давно закончили. В этом году собирались мои выпускники 92-го года. Вся группа, вот все пошли в школу работать. Две девочки занимают ответственные посты на РЖД. А вот вся группа молодцы. Прям замечательно. И дружат, переписываются. Дети уже у них, учителя тоже. Когда пошли мальчишки, тут уже нужно было что-то спортивное развивать. У нас вот несколько выпусков уже было. Я второй выпуск, еще 4-5 выпусков. Это учителя физической культуры. Тем более арена рядышком у нас. Нас туда приглашают заниматься. А ребята взамен помогают проводить соревнования. В 2015 году нас отдали под университет Орехозуевский. Я оттуда вышла, и они к нам пришли. Выходит так. И мальчишки ездят туда на соревнования по волейболу, баскетболу, теннису. Привозят каждый раз медали. Молодцы. У нас столько Олимпиад. И таких не только по России, но и международных. Международные конкурсы тоже нас приглашают. И ребята с удовольствием в свои портфолио помещают грамоты, которые там получают, сертификаты. На ваш взгляд, профессия педагога сегодня – это престижно? Это значимо? Вот вы знаете, что все-таки значимо. Ребята очень уважительно относятся к этой. И очень обидно, когда говорят, ну вот, зарплаты никакой нет, я пошла маникюр делать. Это четыре года она проучилась, она заняла чье-то бюджетное место и пошла делать маникюр. Ну что тебя влечет вот к этому? Что влечет? Может быть, ты какие-то художественные такие, вот там рисунки делаешь на этом? Нет? Ну, деньги приезжают очень быстро. А учителю звание надо заработать. Зато когда, вот я им говорю, идете по городу, а полгорода с вами здоровается. Мало того, в электричках здороваются контролеры. Я говорю, а ты откуда меня знаешь? Да по имени, отчеству. Ну вот ушла, вот не понравилось. Ну, может, хорошо, что они себя быстро находят, уходят с первого, второго курса такие. Жалко, если бюджетные места занимают, сейчас их немного стало. Вот ушли много педагогов, которые начинали колледж с Валерием Ивановичем, первым директором нашим. Но мы не оставляем их от них. Мы с ними держим связь, звоним, на юбилеи ходим. И вот я, можно поздравлю их? Дорогие наши учителя, от всей души коллектив Истринского профессионального колледжа поздравляю вас с Днем Учителя. Желаем всем здоровья, бодрости, духа и не унывать. Занимайтесь, пожалуйста. У нас есть активное долголетие в Истре, такое направление замечательное. И чтобы мы вас видели на всех концертах и на всех мероприятиях этого долголетия. Здоровья вам наши дорогие. Какой процент тех, кто остается в профессии? Профессия, ну, процентов 20 сейчас точно остается. Да. Но часть из них, вот мы заканчиваем, мы три года их курируем. Где они работают? Где вот работают, где учатся? Хорошо, сейчас ГГТУ принимает наших выпускников. Если есть места бюджетные, на бюджетные, имеется связь, приезжает оттуда представитель и уже пишут заявление на поступление до того, как они получают диплом. То есть им там не скажут, что места держат, но имеют в виду, что придут наши выпускники. Это очень хорошо. Сейчас есть целевые договора у нас, когда заключают еще обучающиеся, вот с первого курса приходят, со своей школой, допустим, или школа та, которая рядом, и уже место для них там есть. Вот, и прямо идут с удовольствием. Как сейчас вот молодежь можно удержать? Какими методами? Да, задаю вопрос. Например, у физкультурников был урок, и говорю, так, кто такой Валерий Бромель? Ищут, ищут, не знают. А почему? Оказывается, сейчас нет прыжков в высоту, в длину остались, а высоту прыжков нет. И они не касаются вот этого вот вопроса. Ну вот, если телефон мешает, даю так. Если нет, загадки, задачи. Они у меня молодцы. Устный счет через вот загадки, задачи. Или, ну, раз они мне задают, ну, делаю вид, что не знаю, долго вспоминаю. Ну, тоже нравится. Какой-то игровой момент. Игровая технология у нас на всех уроках есть. То есть вот сейчас нашими современными молодыми людьми игровые технологии работают? Работают, работают, работают. Вчера мне понадобился предмет, который интересно себя ведет. Если разложишь блин, а сложишь клин. Зонт. Зонт. Ну, вот видите, какие молодцы. Как быстро умножить? 99 на 98. И 98 на 99. Вот они приходят, им 16 лет. Ну, некоторым еще нет 16-ти там. Ну, а 18-й сплошь нет на первом, после девятого класса. Задаю загадки старые, старинные. Там, задачи Спирельмана, сборников. Слушают, смотрят, рассуждают. Ну, а я спрашиваю. А, получается, шел контракт в Ленинград и навстречу ему. Он же шел в Ленинград, а навстречу ему... Да, и надо. Штангизн. Да, конечно, да. Каким сегодня, на ваш взгляд, должен быть вот хороший учитель? Ну, педагог должен знать свою профессию, свой предмет, который ведет. И все эти технологии, которыми можно воспользоваться, доброта должна быть детям. Вы знаете, вот у меня своих трое выросло, внуков девять. Поэтому уже все характеры знаешь. Знать характер ученика, быть к нему требовательно, с одной стороны, потому что требование никуда не денется. Но если у ученик три или четыре, у нас такое правило в пользу студента. Вот всегда обрисуюсь с такой стороны, что в пользу студента. Говорю, а вот это хорошо, ответил, вот это хорошо. Ну, сейчас найду возможность сказать, что сейчас есть причина, по которой ты там чуть-чуть не дотянул. Или ответишь, завтра мне еще один балл получишь дополнительный. Или вот я могу сразу отметить тебе хорошую оценку на аванс. Знаешь, что ты скажешь. Нет, ребята очень на это идут. Часто им об истории колледжа рассказываю, об истории города. Вот то, что... Ну, и они о своем рассказывают. У нас сейчас разговоры о важном есть. Ну, и кроме того, что мы говорим на классном часе о том, что нам рекомендуют, обязательно об их городах, о семейных каких-то ценностях. Что бы вы пожелали тем, кто только планирует свою судьбу связать с педагогикой? Вот молодежи нынешней, которые приходят в колледж. С педагогикой больше учиться у тех учителей, у которых они вот в данный момент сейчас учатся. Брать все хорошее на заметку себе. Быть, я не знаю, в ногу со временем. Потому что дети не простят, если в телефоне не разберешься. Хотя они разбираются. Разбираются, да. Но если уж не могу что-то там переслать, я тут же говорю, могу в электричке попросить молодого какого-то человека. Могу здесь. Поймаю как вот за... Ну, подожди-ка, у меня вот это письмо не отсылается. С удовольствием. Да еще... А вот еще вот и рассказывают дальше. Вот молодцы ребята. То есть вы не стесняетесь того, чтобы учиться продолжать уже у молодежи? Да. Дети все хорошие. Все хорошие. Как в том кино говорят, дети озоруют. Озоруют, на то они и дети. У них у всех по возрасту все бывает. По возрасту. Ну, надо уметь лавировать между директором и мамой. Чтобы все хорошо было. И ребенком. Надежда Ильинична – это вообще самый прекрасный педагог, который есть по математике. Она объясняет все в игровой форме. Всегда все очень понятно, классно, интересно и весело. С ней никогда не бывает скучно. Все понятно объясняет. И я больше чем уверена, что все мы будем знать математику на пятерки. Потому что она самый замечательный педагог в этом мире. Когда я пришла в колледж, я сразу начала очень хорошо понимать математику. Прям очень хорошо. Поэтому я очень благодарна ей. Надежда Ильинична – я очень люблю. Она очень, правда, качество объясняет. У меня есть тетя. У нее уже пять детей. И я с ней разговаривала недавно. Она тоже училась в этом колледже. Давно, правда, очень. И она спросила, кто посвятит математику. Я говорю, Надежда Ильинична. И она только удивилась. Говорит, серьезно, до сих пор Надежда Ильинична. И она, в общем, сказала, что это вообще очень хороший учитель. Сказала, что вам с ней повезло. И я считаю, что у этого преподавателя большой опыт. И нам действительно с ней повезло. Надежда Ильинична – отличник среднего профессионального образования. Имеет благодарности от Министерства образования региона, от губернатора. Но главной благодарностью за свой труд считает то, что ее ученики идут работать в школы. Продолжение следует...